Случилось это под Старой Руссой в 43-м году. Тогда немецкие зенитчики и мессершмитты заметно проредили и рассеяли строй советских штурмовиков, которые летели бомбить их артиллерийские позиции. И так получилось, что до цели долетел всего один советский самолет. За штурвалом находился Талгат Бегельдинов, на тот момент еще молодой и неопытный летчик. Сбросив бомбы и оставляя позади разрыва зенитных пушек, он вдруг увидел прямо перед носом самолета светящуюся пулеметную очередь, а потом еще одну. Пилот повернул голову. В крутом вираже на него заходил мессершмитт. Скорость, которой мог развить советский самолет Ил-2, даже по характеристикам была значительно меньше немецкого истребителя. Максимум 360 км в час против 550. Этим-то и пользовались немцы. При одиночном столкновении данных машин в небе, шансов у советских пилотов остаться в живых, а тем более победить в воздушном бою, не было практически никаких. Но у штурмовика было одно значительное преимущество не только перед немецкими, а даже перед всеми самолетами того времени. Ил-2 спереди значительно превосходили их по огневой мощи. Зная это, немцы старались уходить от прямых атак лоб в лоб. И заходя сзади или сверху, или снизу, или сбоку, сбивали советские машины. Тем более, теперь за штурвалом мессершмитта был настоящий ас. И он не допустил бы таких ошибок. Но его сгубило именно преимущество в скорости. Действовал немец нахально и дерзко. В первой атаке он проскочил мимо, но уже скоро вновь появился на хвосте Ильюшина. Толгат ушел вниз и вбок, а мессер, послав очередь, снова пролетел мимо. Толгата в этот момент трясло от страха. Хотя, как ни странно, боялся он не за себя, а за то, что оторвался от своей группы, и его потом будут ругать. Немец же виражировал и маневрировал вокруг своей жертвы, находясь постоянно в мертвой зоне, и в недосягаемости пулеметов, пушек и реактивных снарядов штурмовика. И вдруг, как часто бывает, когда жертву загоняют в угол, чувство безысходности у Бегельдинова сменилось злостью. «Почему я бегу? Почему сам не атакую?» – пронеслось в голове. И как только он так подумал, план действий сразу же возник сам собою. Как только немец вновь зашел в хвост Ил-2, Толгат резко послал свой самолет вверх, а потом также бросил машину в пике. Немец, видно, что профессионал, не отстал и четко следовал сзади, ловя штурмовик в прицел. Но дальше Бегельдинов, выровняв машину, вдруг резко ушел в бок и сбросил свою не так уж и большую скорость. И тут немец попался. Он, не уловив этого маневра, пролетел и на миг оказался впереди Ила, подставив себя точно в прицел советского летчика. Толгат этот момент уже не мог упустить. Он нажал на гашетку, и штурмовик обрушил всю свою мощь на Мессершмитт. Цепочка отделившихся от тыла красных шаров, реактивных снарядов протянулась к самолету противника, раздался взрыв, и истребитель, быстро заваливаясь на крыло, пошел к земле. Конечно, многим советским летчикам приписывают дуэль с немецкими асами. И чуть ли не у каждого в биографии есть такие победы. Но именно этот бой был зафиксирован наземными войсками. Немец выпрыгнул с парашютом и попал в плен к советским артиллеристам. Это был пилот, который воевал еще в Испанскую войну, прошел Францию, сражался на Балканах, а на его счету было более 200 сбитых самолетов. Капитан фон Дитрих. Это имя написано в воспоминаниях Бегельдинова «Илы атакуют». Но мне оно ничего не говорит. Может, знатоки авиации что-нибудь скажут по этому поводу в комментариях. Самое интересное было потом. Талгат Бегельдинов, когда сбил мистер Шмидт, опять испугался, что его будут ругать. Ведь приказа на атаку противника в воздухе не было. И, приземлившись, ничего не сказал своему командиру, а лишь что-то невнятное пробормотал себе под нос. Командир отнес это на шок молодого пилота, ведь в этот день авиаполк потерял много боевых машин. И то, что Талгат вернулся обратно живой, уже обрадовало сослуживцев. Но наутро Бегельдинова вызвали в штаб дивизии. Там обрадованный комдив Николай Каманин, кстати, герой Советского Союза и участник знаменитого спасения пассажиров парохода Челюскин, сообщил летчику о том, кого он сбил, и то, что Бегельдинов якобы придумал новую тактику ведения воздушных боев на Илах. В то время и конструкторы, и командиры ВВС Красной Армии ограничивали тактику Ил-2 исключительно штурмовочно-разведывательными задачами, а в отношении с вражескими истребителями их приравнивали к тяжелым бомбардировщикам, которые должны были уходить от атак на бреющем полете. А тут молодой пилот вдруг пренебрег этими правилами, вступил в бой с Мессершмиттом и даже сбил да не абы кого, а целого немецкого аса. Ну, Талгат уже не стал говорить командиру, что сделал он это с испуга. Друзья, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Удачи!